Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался, что там. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, уважаемые слушатели. Олег Пек в студии. Программа «Встретились, поговорили». Удивительная встреча, конечно, происходит в нашем любимом, замечательном, прекрасном городе. Город, в котором появляется на свет огромнейшее количество знаменитостей. И Сергей Эйзенштейн, и Аркадий Райкин, и многие-многие-многие. Никита Тарасов, недавно бывший наш соотечественник, который уехал и стал российским успешным актером. И очередная встреча с нашей тоже соотечественной. Ну вот говоришь о российской актере, театре кино и телевидении, но тем не менее, вот ты понимаешь, ну родилась-то в Юрмале. Яна Крайнова, известная всем по сериалу «Дневник доктора Зайцевой», по гадалке «Невеста Камдива», недавний вот мини-сериал «Статья 105». Добрый день. Добрый день, Олег. Добрый день, все радиослушатели. Конечно, классную компанию вы описали, в которой я, в общем-то, родилась и причастна теперь. И я абсолютно себя считаю латвийской актрисой. Да, я родилась в Юрмале, я говорю свободно на латышском языке, и всё-таки всё моё становление происходило в Латвии. И знаете, это всё ещё модно в России быть прибалтийской актрисой. И я этим пользуюсь. То есть вот те времена Ви Артманы, Урзолыни, да, это всё, все знают, помнят, и вот какой-то такой вот балтийский шарм. Конечно, конечно. И когда ты говоришь, ну я из Латвии, они такие, точно, ты похожа же на латышку. Я не вдаюсь в подробности, кто я по крови, и что на самом деле крови там нет никакой латышской, но ветром морским надуло, естественно. А нет ли такого, что это, может быть, даже суживает какие-то коридоры возможностей, что видят вот уже в какой-то роли иностранки там или что-нибудь такое? Нет, в России это так не работает. Я чисто говорю по-русски, я принимаю облик любой, и, в общем-то, фамилия у меня русская, и если не сказать специально, что я из Латвии, они не догадываются откуда. У меня даже, Олег, был такой период, думаю, да что же такое, так пошла мода вот на прибалтийских актрис, из Литвы есть очень много актрис в Москве таких снимающихся. Я думаю, так, надо срочно менять фамилию на латышскую, чтобы сразу на уровне кастинга они смотрят список, такие, о, еще одна прибалтийская, ну-ка мы ее возьмем. Потому что так, ну, думаю, ну что такое крайного, вот никак не ассоциируется у них, так что тут наоборот даже взять какую-нибудь лапуте. Я на лапуте пьемером, я? А ведь Райкина я тоже вспомню не случайно, была у него совершенно замечательная вот волшебная сила искусства, история о том, как он применил свой актерский талант для того, чтобы вот поставить на место взорвавшихся там соседей своей любимой учительницы. Актерские навыки ведь пригодились, когда нужно было вести переговоры, защищать маму, там, когда мошенники пытались там отобрать квартиру, то есть вот тоже ведь тут актерство сработало. Конечно, я вообще шучу, когда я рассказываю эту историю, грустную, страшную и непонятную для меня, я шучу, что это вообще моя самая лучшая роль была. Мне нужно было сыграть такую уверенную в себе, очень знаменитую, богатую, прожженную в некоторой степени девушку, у которой в Москве есть вообще-то крыша, и все журналисты прикормленные. Если надо, они все за меня встанут горой, все напишут, приедут. Вот плюс я раскусила эту прекрасную женщину, что она очень падкая на бренды, она тебя считывает сразу, да, во что-то одета, какие у тебя сумочки. Так меня собирали, что называется, все деревни, к ней навстречу на первую, все самое лучшее я взяла у всех, чтобы вот прям пустить такую пыль в глаза. И действительно вот играла такую спокойную, уверенную в себе, а внутри все ковошматилось, и вот так вот мыслью там стучит, господи, что делать, что делать, это сейчас она о чем, так что мне нужно сказать. Но сдюжила, сдюжила, сама себе даю Оскар, пожалуй, за эту роль. А вообще кастинги, они вот волнительные, если говорить вот о том, что... Ну, конечно, каждый раз ты оказываешься в ситуации, что тебя выбирают, и каждый раз, это как в первый раз, ты должна доказывать, что ты хорошая актриса. Это должно пройти очень много времени, чтобы ты как, не знаю, как Нона Мордюкова уже, когда ты станешь, что ну просто Нону приглашают на роль без всяких кастингов. Да даже, я вам скажу, даже очень знаменитых артистов сейчас в России все равно их нет, нет, да и пробуют, потому что молодые режиссеры не знают олдскульных актеров, да, им нужно посмотреть, подходит или не подходит. К тому же могут предложить роль другого амплуа, не такого привычного, да, для актера, и тоже нужно проверить, насколько он туда сможет раскачаться вправо-влево. Поэтому кастинг неотъемлемая часть работы, и она каждый раз такая, слава богу, если там по ту сторону камеры режиссер, продюсер или кастинг-директор действительно тоже приятный человек, и хочет сделать что-то творческое, и заинтересован, чтобы тебя раскрыть. А ведь бывает, ты приходишь, а там сидит такой, ну сейчас я кастинг-директор, я сейчас покидаю текст вам, и тебе нужно играть какую-нибудь сцену горячую, да, я не знаю, там, разрыв с любимым человеком, смерть или еще что-то, а тебе вот там кидают текст, и ты играешь сам с собой, ты должен еще это хорошо сделать. То есть нет никакой ни отдачи, никакого партнерства нет, так бывает, так бывает, слава богу, это как-то уже все уходит в небытие, но разные бывают. Ну а вот, а если вдруг, ну оказывается, что роль ушла к другой актрисе, вот как вот потом на всяких тусовках, встречах, вот, ну условно говоря, я пробовался на эту роль, я вообще вот горел желанием, а потом вот я встречаюсь с человеком, который эту роль получил, вот, ну как, это отражается на отношениях или остаются люди, ну подругами, хорошими знакомыми? Да не особо отражается, потому что мы прекрасно понимаем, что чтобы тебя утвердили на роль, зачастую это вообще тебя не касается, ты сделал все, что мог по-актерски, а дальше решает даже не режиссер, решает куча продюсеров, которые посмотрят, потом передадут другим, потом передадут на канал, то есть нужно семь, девять кругов ада пройти, чтобы тебя утвердили, поэтому это стечение обстоятельств, и это самое главное, вот, что мне нужно было по неопытности понять, когда очередной отказ, очередной отказ, что отказ, что то, что я не получила роль, это ко мне лично не имеет никакого отношения, что это не я плохая актриса или плохая девушка или плохой человек, так сложились звезды, ну может быть кому-то из продюсеров, ну не нравятся блондинки, брюнетку он хочет на эту роль, да, ну что ты тут сделаешь? И очень часто бывает такой фидбэк, что очень крутые пробы, ты так круто попробовалась, но продюсеры на канале видят героиню постарше, ну и что тут обижаться на эту актрису? Она живет в точно таком же положении, как и я. Ну не может ли быть так, что потом эти пробы кто-то увидит, ну то есть вот то, что это все равно идет в какую-то копилочку, то есть эти пробы где-то кто-то еще увидел, у кого-то что-то отложилось, кто-то кому-то посоветовал? Ну абсолютно, это то, что я говорю моим молодым друзьям, которые сейчас учатся в театральных или которые только-только выпустились, они еще такие все максималисты, как и мы все были, вроде того, что вот, зачем я туда пойду, это или там не моя роль, или о боже, меня не утвердили. Я говорю, ребят, вы никогда не знаете, как это потом сработает для вас, потому что ты приходишь, тебя видят вживую те, кто в кабинете, кастинг-директор, режиссер, какой-нибудь бродюсер, ассистент, они тебя увидели, как ты работаешь, и ты должен хорошо работать здесь и сейчас, неважно утвердят тебя или нет. Дальше они откладывают это в свои папочки, в свои чертоги разума, и где-то, когда будет другой проект, они вспомнят, что была такая крайнова, вот нам вот эти красочки и нужны. И опять же, наша профессия – это сплошное сарафанное радио. Если ты один раз проявишь себя непрофессионалом или не очень достойным человеком, это может из уст в уста пойти, и все, твоя репутация будет подмочена. Поэтому всегда нужно ходить на все пробы. Действительно, иногда выстреливала, там, через 4 года мне звонит кастинг-директор и говорит, вот вы тогда пробовались, а давайте-ка сейчас к этому режиссеру. И вот оно, петелька-крючочек, как мы говорим в профессии, все оно связано, как любые встречи, не случайные. А вот эти встречи в кадре, когда, например, лучшим подругам нужно играть, там, злейших врагов, или наоборот, вот актрисам, которые страшно недолюбливают друг друга, нужно играть, наоборот, лучших подруг. Вот эти все какие-то вот мелочи, сложности актерской профессии. Ну да, или, ладно, подруги, а когда тебе откровенно партнер-мужчина неприятен, тебе нужно мужа и жену и страсть играть, вот это вот сложнее будет. Я уже это боюсь, да. Ну, конечно, не зря же мы учились 4 года, да, все-таки мы не с улицы пришли, не такие вот там дарования школьные, с камней, все-таки есть некие костыли профессиональные. Вообще, Константин Аркадьевич Райкин рассказывал такую штуку, он когда своему курсу, мы учились в параллель, я во ВГИКе, и, соответственно, у Грамматикова. И в эти же годы во МХАТе был курс Райкина, и, соответственно, мы друг на друга бегали, смотрели и очень хорошо знали. У Райкина был как раз курс, где учился Никита Ефремов, Чиповская Аня, Карина Андоленко, и вот мы все дружили. И я приходила к ним на отрывки, и мне ребята потом рассказывали, вот нужно играть любовь, вот тебе она не нравится, да, мне рассказывает друг. Константин Аркадьевич говорит, найди вот во внешности партнерши или партнера что-нибудь одно, что тебе нравится, пусть это будет ушко, ну вот такое маленькое красивое ушко, и зацепись за него, и смотри на него, и разгоняй эту тему, что ушко-то я поцеловала бы, ой, как хорошо поцеловала бы, и оно разрастется, это чувство пойдет в тебе. Не обязательно сразу принимать всего человека. Какие хитрости и тонкости, действительно, профессии. Ой, там столько еще, да. Я, между тем, вот поглядывал на то, что Яна принесла с собой Каннское платье, которое, значит, вот, в котором щеголяла на Каннском кинофестивале, и вот, может быть, несколько слов все-таки вот мы, я же тоже слежу, смотрю в Инстаграме, сколько всего интересного было у Яны. Что в Каннах сейчас происходило? Потому что самые-самые, вот, может, свежие новости сейчас узнаем. Да, это правда. Ну, вы не думайте, что я принесла платье похвастать. Нет, я его просто несу отправить дизайнеру в Берлин, потому что дизайнер из Берлина. В общем, это полная импровизация. Вся эта поездка была полная, неподготовленная импровизация. Это вообще моя картина жизни последние годы. Не надо ничего планировать. Я всю жизнь планировала, контролировала, а лучше у меня получается, когда это все вот спонтанно. В итоге, будучи еще в Москве, и только на горизонте замаячила возможность, что все-таки я поеду в Юрмалу к маме на машине с подругой как раз-таки из Риги. Она мне говорит, я уезжаю из Москвы 2 июля в Латвию. Я такая, хм, дай-ка мне два дня подумать. И так стали случаться обстоятельства, что вот прямо у меня июль освобождается. Освобождается, освобождается, то есть я могу уехать. Я такая, так, если я уеду, Рига, Ницца, так, все открыто, там же самолеты. Так, дай-ка я на всякий случай сделаю аккредитацию в Канне. Кстати, да, можно сделать туда аккредитацию, но только если вы профессионал, имеется в виду в киноиндустрии. И заранее эта аккредитация совершенно ничего не стоит. Ты подаешь документы, свой профиль на профессиональном международном сайте imdb.com, где у тебя там фильмография. И ты либо получаешь ее, либо нет. А так как у меня last-minute аккредитация последней минуты, нужно было заплатить мзду определенную за то, что они там лапками в суете все это поделают. Я это сделала, и это тоже не гарантирует мне аккредитацию. И все, и я стала заниматься своими делами, поездка в Латвию, тут я получаю имейл, что я получила аккредитацию. Я думаю, ну хорошо, я подумаю об этом. Потом мне главное сейчас границу в Латвию пройти на машине. И вот мы проходим эту границу. Тоже совершенно чудесным образом. Я заполняю все эти COVID-19 по СЛВ, и мне пишут, что я не должна самоизолироваться на 10 дней, потому как я еду к пожилому родственнику заботиться о нем. А моей подруге нужно. И она говорит, как ты это делаешь, Крайнова? Да что же это такое вообще? Как это будет? Я говорю, Карина, привет, Карина, если ты меня слышишь. Дальше я говорю, не будет никакого КПП между Латвией и Эстонией, мы ехали через эстонскую границу, чтобы показывать тест. Я говорю, не волнуйся, а там было так, что ей не приходил этот тест, она очень волновалась. Я говорю, не будет КПП. И вот мы вечером проходим обе границы, Россию и Эстонию, проезжаем знак Латвия, и Карина говорит, в смысле, нет КПП, нет никого, кому показывать тест. Я говорю, ну я же сказала. И вот так я провожу реально два дня в Юрмале. А я напомню, что Яна снималась в сериале «Гадалка», и это, наверное, какой-то вот, может быть, след. Да-да-да. Непонятно, то ли это мои способности подтянули эту роль, то ли роль дала мне эти способности. Да-да-да. И, в общем, два дня я прихожу в себя в Юрмале и смотрю так, а что же там с Каннами? Он же обычно в мае этот фестиваль происходит, а из-за ковидных всех дел... Перенесли, да. Да, в июле. Я думаю, так, аккредитация есть. Я в Риге. Мне тоже, опять же, не нужно во Франции сидеть в карантин, как это все делали, представляете, приезжающие из России. Им нужно было заранее позаботиться об этом. Как они проникали, я не знаю, потому что из России просто так во Францию нельзя. Они всем же дают приглашение от фестиваля, только тем, у кого действительно там фильмы и так далее. Те, кто хотел, как я, просто посмотреть, что происходит. Им нужно было... Я не знаю, в общем, они тоже просто преклоняются перед этими замотивированными людьми. И, в общем, за сутки, Олег, я беру билеты в Ниццу. Я нахожу жилье, чтобы это не стоило моей почки, потому что в это время, вы понимаете, на круазет и все вокруг вот этого Ля-Пале, это просто стоит как чугунный мост. Все находится. Да, пешочком. Мне нужно было 20 минут до отеля походить, но ничего страшного. Я освоила и такси, и сабедрискость транспорт с Монберрии. Вот. Я приезжаю. То есть одна, я даже не знала, что у меня там друзья будут или еще что-то, но выяснять первое. В общем, я выхожу из самолета в аэропорт Ниццы и встречаю моего любимого театрального режиссера. Это сын Анатолия Фроса, Дмитрий Крымов. И я говорю, Дмитрий Анатольевич, я только что была на вашей премьере в театре Пушкина в Москве по «Чайке», Костик называется. Я говорю, я не решилась к вам тогда подойти. Подойду сейчас, раз мы оба ждем вот так вот багаж. Я вас тут просто в угол зажму. И я ему говорю все, что я испытала во время его спектакля. И это правда было важно сказать, потому что очень мало что радует сейчас в театре и в кино. А когда что-то случается, случается спектакль и с тобой вот этот экспириенс, конечно, хочется сказать спасибо режиссеру. В общем, я рассчитала это добрым знаком, встретить сразу же в Ницце Крымова. Поехала до Круазе, до Кан, выхожу. Еще с чемоданом, мне жарко, я в рубашке и в штанах, с самолета, ничего не понимаю. Там 35 градусов. Первый, с кем я сталкиваюсь буквально вот так вот в толпе, это критик Антон Долин. Известный, я думаю, всем. Думаю, так, второй знак хороший, ладно. Где у нас дают аккредитацию? Я с этим чемоданчиком в эту аккредитацию пожарею, беру аккредитацию. Все эти девочки, которые там работают, поздравляют меня с тем, что у меня первый фестиваль. Enjoy, enjoy, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну и все, и дальше пошли чудеса. С одними познакомилась сразу же, с другими оказались друзья из Москвы, актеры. В общем, моя цель была посмотреть, как это все происходит. Посмотреть, как я себя чувствую в этой атмосфере. Готова ли я чаще бывать в такой атмосфере и в статусе в каком? То есть это тоже очень важно. И так интересно, что эту аккредитацию бесплатную мне дали год назад перед локдауном. То есть я ее уже получила, а случился локдаун и не случилось фестиваля. То есть уже звоночек такой был, что ну давай, 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 Канны тебя ждут. И сейчас я пошла за этим. Ведь очень важно быть внутри готовой к каким-то таким большим шагам и большим мероприятиям. Я понимаю, что раньше я просто вот ментально не была еще готова к этому, чтобы чувствовать себя там хорошо, а не как-то стесняться. Потому что у многих актеров, мы так разговаривали, стесняются, что мы туда поехали без фильма. Вернее, мы даже туда не поедем, потому что а мы как кто? Мы нигде не снялись, мы не режиссер, мы не съемочная группа. Что, ребят, вы в индустрии, вы и так уже в индустрии, вы приехали туда посмотреть, как работает мировая индустрия. Что-то научиться, посмотреть все-таки фильмы мировые первыми, первыми до месяца и двух, перед тем, как это увидит весь мир. Познакомиться и действительно найти какие-то связи профессиональные. А удалось найти? Конечно. С кем удалось там познакомиться? Во-первых, это абсолютные международные продюсеры. И из Лос-Анджелеса, и из Италии, и из Берлина. Они там очень открыты. Все в расслабленной атмосфере, хоть это и фестиваль, и много задач решается, и они тоже туда приезжают, чтобы найти таких же продюсеров, денег на другие проекты. То есть все туда приезжают, называется networking, найти какие-то связи. И поэтому все заведомо открыты. Я ищу связи, они ищут связи. Давайте поговорим, чем мы можем быть друг другу полезны. И это не так, как в Москве, допустим, когда где-нибудь там подойти, и ты стесняешься, и тебя как-то не время. Там все открыты, там все для этого и приехали. И, собственно, помимо международных историй, действительно очень близко и наши режиссеры, когда ты можешь подойти. И вот так случилось, что я в этот день посмотрела фильм Германа-младшего «Дело». И этим же вечером мы встречаемся на одной такой тусовочке. Ну, то есть она не официальная тусовочка, а просто другие друзья из Москвы пригласили меня в кафе, а туда же пришел Герман-младший и Илья Хржановский. Это режиссер этой эпопеи «Дао», которую он снимал 10 лет, как такое, в реалити практически. И тоже они приходят, и все совершенно, ну, когда ты оказываешься за одним столом и выпиваешь, да, грубо говоря, то нет никаких вот этих вот иерархий. Ты просто говоришь, знаете, я посмотрела ваш фильм сейчас. Вот, да, очень интересно, что вы думаете, Яна? А как зал воспринимал? И ты разговариваешь на одном уровне. То есть это все очень близко и легко. И это тоже такой этап, ну, в основном, для меня, хоть я и взрослая девочка, но это этап некий, тоже зрелости, да, быть на одном уровне с теми, кого ты считаешь какими-то небожителями. Нет, все люди, все делают кино, все человеки со своей болью, со своими чаяниями, желаниями, и об этом всегда можно говорить на уровне. То есть получается, что это дает возможность все-таки расширить круг контактов, дает возможность… Сто процентов, сто процентов. Так я же туда ехала на четыре дня, у меня был обратный билет на десятое число. Ну что, девятого вечера я поняла, что я хочу еще. И я меняю билет на тринадцатое. Дальше была задача, где мне жить, ну, потому что все уже забито опять же. Чудеса. Мне звонят из моей гостиницы и говорят, Яна, I have idea for you. У нас есть одна маленькая комната, вообще закрытая, мы ее для своих держим. Она небольшая, там нет кондиционера. Я говорю, окно есть? Он говорит, да, конечно, окно, дверь, душ, все хорошо. Я говорю, мне не нужен кондиционер, я не сплю под кондиционером. Я же действительно по четыре часа там спала. То есть ты появляешься, в душ падаешь, в душ и уходишь. Он говорит, ну, мы готовы ее открыть, и если вы наличными заплатите, это будет вот такая-то цена. И назвала цену, таких не бывает, уже таких не бывает. С курсом, с инвеляцией, да еще и в Каннах во время фестиваля, таких цен не бывает. Я говорю, беру на три дня. Ну, то есть проблема решилась. Это значит, что если так все складывается, легко поменялся билет, легко нашлось жилье, это значит, что я там должна быть. Все идет тебе в руки. И действительно за эти три дня как раз-таки самые знаковые встречи и произошли, собственно. Мы буквально на несколько секунд прервемся, после чего, я вот надеюсь подвесить интригу, я должна нам рассказать лайфхак, как сфотографироваться на красной ковровой дорожке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Мы нашли лазейку! В общем, лайфхак на миллион! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 В Гриппе как раз специально, потому что знала, что Серебренников ставит спектакль по этому роману. А я люблю и вообще современный постмодернистский театр требует подготовленности зрителя. Нельзя просто прийти вот так вот и сюжете посмотреть. Нет, потому что тебе не сюжет сейчас показывают на сцене и в кино, тебе показывают некую интерпретацию. Чтобы понять интерпретацию, тебе нужно прочитать материал. Поэтому я прочла Петрова в Гриппе. И тут смотрю, надо идти смотреть кино. И благо, что это правда друзья его делали. Мне первая половина очень понравилась. Потому что своеобразный роман фантасмогоричный. И было очень интересно, но как же, как же режиссер придумает это перенести на экран? Как он это переведет на язык визуальный? И это было потрясающе. Потрясающая Чулпан Хаматова. Очень интересно она работает. Серзин Сеня. Он не такой еще знаменитый, но мы в Москве его знаем. Тоже круто работает. А потом для меня в середине немножко случился все-таки провис. Фильм не короткий, он почти три часа идет. И он нелегкий. Там нужно вот за этим символизмом все время следить. А в серединке случился провис. И немножко так прям подустаешь. К концу опять все вернулось. Но вот из-за этого провиса такой целостности не сложилось у меня. А принимали как его? Вот вы знаете, тоже хотела сказать, пусть меня сейчас какие-то камни полетят. Очень многие те, кто там был, и журналисты, и продюсеры, и актеры, они пишут, ой, фильм принимали овациями и до, и после. Да, ребят, овации были, но овации были не в фильме. Овации были личности Кирилла Серебренникова. Потому что все-таки в Европе знают и про его дело, и про то, что он сидел под домашним арестом год. А Европа, она воспринимает это очень живо. Да, все мы понимаем, как это, творца закрыли, вот она такая Россия, ла-ла-ла-ла. То есть эта история, ну, в курсе, люди в курсе этой истории. Тем более там везде, там профессиональное сообщество собралось, там не с улицы люди, да. И естественно, когда в начале, до премьеры, вот вошли актеры, была Юля Пересильчук, Панхаматова, Колокольников. Они зашли, все расселись по местам, а на креслах были таблички с именем. И тут кресло с табличкой «Кирилл Серебренников» осталось пустым. И это показывают на экраны, выводят на камеру. Это, конечно, вот я сейчас рассказываю, у меня мурашки. Это очень сильная акция была. И неважно, как ты относишься к Серебреннику, к его творчеству, просто это очень сильно, такой вот символ, да, пустое кресло. Человека нет, потому что он просто не может сюда приехать. Не по своей воле его не пускают. То есть такой сильный такой ход, очень художественно-социально-политический. И, конечно, зал встал и начал аплодировать. Тем более, что все члены группы были со значками, с портретом Кирилла Серебренникова. Это тоже выводилось на камеры, мы все это видели. Ну и, соответственно, после фильма Кирилл Серебренников вышел на связь, на видеосвязь. У продюсеров был телефон в руках, это тоже все транслировалось на экран. То есть, видите ли, все мы слышали, как Кирилл благодарил зрителей, как он... И это тоже было очень сильно. 21 век, ха-ха, физически человека нет, зато он тут все равно есть. И потом у них была пресс-конференция по поводу выхода фильма. Это очень смешно. Вот этот вот длинный стол, все сидят, актеры, продюсеры, а посередине стоит телевизор. Экран с лицом Кирилла Серебренникова, который вышел на видеосвязь. В общем, такие вещи... Ну, если бы, вот вы знаете, если бы не было действительно такой вот реальной ситуации, что Кирилл не может приехать, вот такой пиар-ход нужно было придумать. Ну, это гениально, это сильно, это пробивает и на эмоцию, и на человеческие какие-то шевеления души. Так что, по моему мнению, аплодисменты были вот именно этой истории, а не самому фильму. Ну, вот мы посмотрим. Сегодня, кстати, по-моему, до 16-го числа вручаются ветки, и мы узнаем, что и как, кто чего оценил. А что еще? Удалось еще что-нибудь посмотреть? Так, я посмотрела, начала смотреть, и признаюсь, что мы ушли, полный метр Шона Пэна. Актер Шон Пэн снял полный метр, и там, по-моему, его дочь играет главную. Его и Робин Райт из «Карточного домика» и из, господи, Санта-Барбара девочки. Вы знаете, с первых кадров от заставки ты понимаешь, что ну такое клише, 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 клише. Как будто бы ты насмотрелся вот этих вот типичных американских фильмов, понял схему, где что. Ага, здесь закат, машина, здесь там волосы девочки, и вот собрал это все воедино. То есть очень она очевидная. И, кстати, на следующий день статьи критиков были вот примерно такого же содержания. То есть не стоило ему лезть в режиссуру? Ну да, ну да, да, к сожалению. Актер, он замечательный, хотя человек сложный очень. О да, о да. Ну, может быть, если бы он кого-то послушал, а оказался бы кто-то рядом, кто бы сказал, Шон, hey, no, 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 don't do like that, то, может быть, что-то вышло. Но там, видимо, как-то что-то пошло не так. Так, единственное, что вот я жалею, я не посмотрела фильм «Открытие Лео Каракаса», «Анет», хотя я попала на церемонию «Открытие внутрь». Это тоже абсолютное чудо. Туда попасть просто так очень сложно, но я была красивая, настроенная, вдохновленная. И там есть очередь, которая называется «Last Minute», да, ну, в последнюю минуту. И у меня всё, висел вот этот вот запрос на билет на Каракас, на Каракас, именно на фильм, который будет после церемонии. И в итоге выходит «Секьюрити», им, видимо, дали сигнал, что места в зале ещё есть, и он пускает меня и моих новых друзей, иностранцев. И мы проходим прямо на opening ceremony. И я вижу всех, и Марианка Тиар, и Джуди Фостер, и моего любимого Альма-Довара, режиссёра. И мы смотрим всю эту церемонию. И вы знаете, что мне бросилось вот в глаза? Я была, ну, несколько раз это московские кинофестивали, там дорожки и так далее. И вот поразительно, вроде бы всё в Каннах так же празднично, так же серьёзно организовано, но они там, на сцене, вот эти мировые звёзды, вот они без лишнего пафоса, без лишнего напряжения. Они какие-то очень эмоционально подключённые тоже и к зрителю, и к тому, что происходит. Вот формальности нет, вот, пожалуй, это слово. У нас как-то всё время какая-то формальность и зажим чувствуется. Вот ты выходишь, там ведущая, ведущая какая-нибудь на сцену московского кинофестиваля, да, и там какое-то чувствуется, что вот вы, ребят, сами не определились. Вы как бы сейчас чего, надменность у вас? Или зажим, наоборот, или стыдно? Ну, то есть что-то какие-то там вот шевеления происходят. А там вышла Марианка Тиар, просто прочитала поэму на французском языке под фортепиано. И там не думают, как будто строковые паузы где делать, как что, как бы не облажаться. Она просто это делает от сердца, и это очень хорошо. И это очень здорово. Это как раз-таки говоря тоже про их открытость, контакту, совершенно вообще всё вот как-то по-человечески. А на фильм почему не удалось? Да, а потом случилось, то есть эта церемония шла достаточно долго, а потом был перерыв минут 30-40, пока убирали декорации, пока выезжал экран. И сам фильм ещё предполагался часа три. А меня московские репортеры три дня в WhatsApp просто душили интервью перед статьёй 105, как раз им нужно было, чтобы я ответила голосовыми сообщениями на интервью. А я всё говорю, так, я сегодня вылетаю в Канны, сейчас прилечу, дам. Ой, я прилетела, я не могу. И мне пишут, говорят, Яна, завтра мы пускаем верстку, пожалуйста, пожалуйста. И я просто уже ушла, потому что я понимаю, я не успею, и мне это взяло, я в своём золотом платье на каблуках в сквере просто села, и минут 30 я наговаривала интервью. Так что сделала выбор. Ох. Да. Не могу не спросить, всё-таки вот всех пытаю, что сейчас происходит с кинематографом, потому что мы видим, что отбирает очень сильно аудиторию, стриминговые платформы. И всё время как бы с одной стороны вот хорохолятся кинометры, говорят, всё равно люди будут смотреть, там, значит, придут, настоящее кино здесь. Но мы-то как бы видим, что вот как… мне кажется, что какое-то происходит вообще расслоение. То есть кино для масс – это одно, а кино вот для фестивалей, вот как будто бы оно чуть-чуть становится другим. Мне кажется, во-первых, так было всегда, по большому счёту. А во-вторых, я вообще не вижу в этом проблемы, только огромные плюсы. То, что за пандемию, и, собственно, именно пандемия поспособствовала росту, вот этому, что просто как грибы эти платформы выросли, это очень здорово. Во-первых, это здоровая конкуренция, наконец-то. А не только один первый канал у нас там есть, да, и ещё там вот три штуки. Это что касается телевидения, да, или то же самое режиссёры, те, кто постоянно получают деньги от госкино, и только они снимают, и только своих актёров, и вообще, в общем-то, в клетке ты сидишь, невозможно туда пробиться никуда. А тут платформы – это частные деньги, это зачастую молодые продюсеры, которые всё это делают. У них есть амбиции, им нужно поднять, во-первых, эту платформу и быть круче, чем остальные десять. А, соответственно, нужно создавать какой-то классный контент, уже не прокатит просто какая-то мыльная опера. Нужно смотреть или на Запад и ориентироваться на Нетфликс, они действительно там все ориентируются на Нетфликс, или делать что-то своё очень качественное. Из столько качественных продуктов, да вот, посмотреть, у нас российского контента куплено Западом столько, сколько никогда в жизни. Майор Гром, первый такой фэнтези-марвел, да, как будто бы российский, он неделю висит на первом месте по количеству просмотров в Европе и в мире, в мире вообще. Это же круто, это уму непостижимо. Это же значит, что это признано мировым сообществом, а как русскоговорящий человек мыслит, вот, ну, если там признали, то, наверное, надо посмотреть, он это стоит, да? А он действительно, он настолько российский, то есть он не подражание, вот я очень боялся, что это подражание, а в нём какое-то вот что-то вот, вот изначально какая-то психология вот заложена российской менталитетой. Абсолютно, и этот Питер, да, и всё вот оно осталось, что он такой немножко Шарапов, и мне это очень понравилось, что они не стали играть в это, в этом, Человека-паука, Бэтмена и так далее. Это очень здорово. Поэтому платформа – это очень круто, туда можно попадать и играть в хорошем каком-то кинематографе. И дай бог, чтобы оставались и большие художники, которые привыкли в другом формате работать, вот в таком фестивальном, и никуда это не денется, мне кажется, и не умрёт. Просто вот разве что оттяжка от телека уйдёт на платформы. Это да, во всяком случае моё поколение и младше, но мы же не смотрим телевизор. У меня у самой нет телевизора уже лет пять, да, если мне нужно что-то посмотреть, я открою компьютер, зайду на сайт канала и посмотрю. А так это всё платформы, платформы, платформы. То есть остаётся телевизор, наверное, чтобы смотреть «Жить здорово» и «Модный приговор». Хотя это тоже можно посмотреть спокойно, отдельно, да. Абсолютно, абсолютно. Так что тенденция абсолютно прекрасная. И дай бог, чтобы платформы развивались, и у нас у актёров было много интересной работы. А вот по поводу интересной работы, что сейчас? Вот статья 105, вот я понимаю, что это вот, что это? Потому что я видел только трейлер этого сериала. А это снималось, кстати, вот в параллель со вторым сезоном «Гадалки», где мы с Михаилом Пореченковым выступали на сцене. И это был достаточно непростой период. Ну, вы знаете, как у актёров, то пусто, то густо. То совсем у нас нет ролей, то сразу много и сразу. И вот две главные роли в одно время. И вот эта статья, и я с ночной смены переезжаю домой, захожу в душ, переодеваюсь, меня увозят на «Гадалку». И это, конечно, я сказала, не-не-не, больше никогда, это ещё в ноябре. И со статьей было интересно, что мне совершенно не хотелось погружаться в образ моего персонажа, очень закрытой, жёсткой, абсолютно интеллектуальной, закрытой эмоционально. А я вся такая, о-о-о, я думаю, господи, не-не-не-не-не. И мне пришлось прям три четверти проекта находиться всё время в этом образе, потому что легко было вылететь, пока я его там не почувствовала. И действительно курьёз был такой, что вся площадка, кто меня до этого не знал, думали, что я вот стерва вот такая. И что, не дай ему, ой, это крайне, ой, вообще, да не-не-не-не-не. И когда я в последние смены уже, почувствовав образ на себе, что всё, я его могу и сделать уже, когда костюм надела, а не заранее, и стала приходить уже в платьях, в юбочки, и давать конфеты лайма, у меня мама как раз тогда приезжала, и с гостинцами. Они такие, а что случилось? Что? Я говорю, ничего, вот вам конфеты. Они такие, а-а-а, хорошо. И она наконец-то вышла, то есть она где-то год ждала своей премьеры, статья 105, и вышла совершенно вот другая такая, крайного, очень жёсткая, сухая и профессиональная. А сейчас вот вернусь к концу июля в Москву, и у меня будет исторический проект с очень интересной ролью, но вот если есть какое-то суеверие у меня, то, пожалуй, вот пока я не встану перед камерой, и не начнётся проект, я не произнесу ни названия, ни подробностей. А вот прозвучало вот то пусто, то густо, вот действительно ведь актёрская профессия, она очень зависимая от предложений. Вот как получается, когда в какой-то период нет работы? Раньше, да, раньше мне было очень сложно, потому что я как будто бы жила действительно от проекта до проекта, а посередине я как будто клала себя в сундук и не жила. Ну, то есть формально жила, но в голове всегда фоновым режимом было, так-так-так, проект, сейчас проект, и вот эта вот мысль тебе не давала качественно жить этот момент, то есть пойти наконец, не знаю, итальянский учить, на спорт. Ты всё время думал, не-не, вот я сейчас начну, а тут проект, а тут проект. И я в какой-то момент, я просто осознала, что я делаю, что я теряю свою жизнь, что жизнь, она больше, чем просто съёмки Яна, и ты больше, чем просто актриса, ты можешь в любую сторону повернуть, расширяйся, не бойся этого, посмотри вокруг. И я стала прекрасно себя чувствовать между проектами. Я действительно просто вкладываю в себя и время, и знания, и саморазвитие, и всё что угодно, и можно попримерять, а что я, вот если мастер-класс дать, а если коучинг, а если это, это, и ты потихонечку просто расширяешься, вот здесь в голове расширяешься, да и в душе. Так что я больше, чем актриса, и жизнь моя больше, чем кино. Мне кажется, это прекрасная такая точка на разговоре. Яна Крайнова, российская актриса, кино, телевидение, театр с нами была вот на протяжении этого часа. Спасибо большое. Надеемся видеть почаще, может быть, в родных местах, на, можно сказать, родной радиостанции. Даст Бог, даст Бог, что всё так сложится, и границы нам всем, наконец, откроются, и всё это будет намного легче. Спасибо, до свидания. Вы слушаете Радио Болткома.